всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду есть заглянуть в кулинарный словарь то можно выяснить что первоначально слово котлета или на французский манер котлет означало кусок мяса приготовленные кости собственно слово котлет по моему так извините мой французский и означает на французском ребро но постепенно мясо для котлет стали рубить потом и кость из этого блюда как примерный атрибут исчезла и сегодня мы под словом котлета понимаем совсем не то что задумывалось первоначально а тем не менее я хочу приготовить именно тум котлету из прошлого на кости а чтобы вкус ее был ярче как можно сделать ярким вкус котлеты рубленый добавив туда всяких всякостей я на фарширую и и приступим вот для гарнира сразу поставлю греться и духовку включаю верхний и нижний нагрев 200 градусов это свиная корейка на кости вот ребра вот хребет он не будет мешать поэтому надо его отделить отлично ну и нарежу сразу по ребрам вот такие замечательные котлетки у меня надо сделать карман в каждой теперь займусь начинкой сковороду немного оливкового масла и сюда же шпинат он очень быстро буквально за пару минут а сядет поэтому не отвлекаемся сразу же сюда добавлю сливочный сырку не филадельфия и соль с перцем и немного лимонного сока как только шпинат осядет сразу же включая нагрев готова а можно фаршировать котлеты снаружи приправить солью и перцем на сковороду немного оливкового масла смотрите котлеты и без того не толстая так я еще и разрезал ее по толщине уменьшив собственно говоря слой мяса и внутрь и положил горячую начинку в результате мясо прожаривается моментально готовить надо на очень сильном огне моем случае это 30 край 40 секунд на сторону вот так для легкого зарумянивания поджариваем до кондиции котлет у меня дойдут в духовке кстати давно пора рис в кастрюлю отправить и посолить это у меня смесь разных сортов красивой смесь согласитесь у меня котлеты на противень минут 15 край двадцати хватит мне очень гарнит не готов очень надо на очень сильном огне поджарить на той же сковороде на которой обжаривались котлеты причем до полной готовности доводить не стоит пусть они слегка останутся недожаренными такими знаете помещали снаружи а внутри как стир-фрай короче овощи будет классно рис готов овощи тоже в отличном состоянии и перемешать все гарнир готов котлеты тоже ну начну понятно с котлеты так обязательно с этой начинкой очень люблю шпинат который слегка припущен и с лимонным соком сыр здесь для того чтобы вот эта сухая котлета эта часть свиньи она не жирная совсем была более сочной слушайте свиная горейка сама по себе мясо пресное в данном случае вот эта начинка с такой яркой кислинкой лимона со свежестью этого самого шпината с этим сыром с филадельфии жирным достаточно сырым это классная штука прям супер уж тем не это нравится так ну и теперь гарнир здесь не обязательно использовать смесь риса разных сортов можете использовать вам самый обычный белый тоже будет вкусно класс вот эти овощи дают сладость то что они не до конца дожарены но они придают такую консистенцию очень классную что-то жуется слегка вообще классное сочетание слушайте это супер готовьте вы будете довольны огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки репосты за все хорошее все плохое всем пока